Департаментом при Генеральной прокуратуре совместно с другими профильными ведомствами ведется системный мониторинг стабильности ценовой политики на рынках и в торговых комплексах по всей республике. Вместе с его сотрудниками стоимость на продукты питания в регионах изучил Саид Малик Салимов. На фермерском и продовольственном рынках в Джаркургане была организована продажа 26 видов продукции по доступным ценам. На ярмарке внимание было уделено поставке наиболее востребованных продуктов питания, населению, а также качественных товаров потребления. В частности, покупателям предлагали рыбу, яйца, птицу и мясные продукты по доступным ценам. У меня есть 300 быков, порядка тысячи овец. Раньше мясники покупали у нас животное и сами забивали и продавали его. Но теперь сам забиваю и продаю ее. Говядина 37 тысяч, баранина 39 тысяч. В день продаем 500 килограмм говяжьего, 200 килограмм бараньего мяса. Сотрудники департамента при Генеральной прокуратуре уделяют большое внимание обеспечению стабильных рыночных цен и благоприятных торговых условий для фермеров. У нас есть 10 соток земли. Из них на 8 сотках выращиваем помидоры и болгарский перец. На 2 сотках организовали теплицу для огурцов. Сами собираем урожай и продаем для народа. И изобилие на столах нашего общества. Накануне праздника также была организована продажа сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках жителями района. Данные ярмарки не только удовлетворяют спрос населения на качественные и доступные по цене продукты питания, но и способствуют значительному снижению рыночных цен. В эти дни во всех регионах идет подготовка празднования 28-й годовщины независимости. И в Новоийской области налажена продажа качественной и доступной по цене продукции на рынках и в торговых точках для потребления населения. Кроме того, для продажи фруктов и бахчевых культур, выращенных в регионе, был организован праздник Дыни и винограда. Подобные мероприятия, как отмечают организаторы, очень удобны и для фермеров, и для покупателей. В местности также были организованы предпраздничные ярмарки по доступным ценам. Хусайна, Таефа и десятки других сортов винограда, выращиваемых на виноградниках в Залтипинском, Новохорском, Карманинском и Канемягском районах области, вызывают большую восторг у иностранных гостей. Мы в Узбекистан приехали всей семьей. Нас пригласили на этот праздник винограда. Мы очень рады, что смогли увидеть такую красоту. Мы попробовали фрукты, выставленные здесь. Особенно нам понравились виноград, дыня и арбуз. Про это мероприятие могу сказать только одно. Арбузы и виноград, выращенные здесь, очень сладкие.